Весновые полевые работы у стадии пику. Практично завершена селба ранних яровых зерневых культур. До речи, площадь их в этом году занимает 137 тысяч гектаров. Застались поли, которые в низких местах, на которые технице по куль не увозят. Яровые посеяны, но это не значит, что все оба завершены. Весновые полевые работы в режиме напруженности протягиваются. С вами телепрограмма «Земля и люди». Добрый день. У сельскохозяйственных сельскохозяйственных средств сегодня сконцентрованы значные человеческие природные и финансовые ресурсы. В комплексе агротехнических мероприятий селба льну и бураков, подкормка шмотгодовых травм. Акцент на забеспечении кормовой базы для громадской остатки. Стратегичная задача рослинноводства. Особливая значность после минулогоднего спекутного лета. Мы будем сеять 200 тысяч гектаров кукурузы, планируем для себя. Эту задачу поставили очень серьезную. С тем, чтобы не повторились трудности нынешней зимовки скота, которую мы еще не завершили. Нехватка кормов, засушливые периоды, засушливые погодные условия прошлого года, существенно повлияли на ситуацию в сельском хозяйстве в целом. Поэтому сегодня сказать, что мы завершаем нельзя. Мы будем сеять еще 7 тысяч гектаров картофеля. И уже приступили к этой работе. Мы ведем ее. Мы будем сеять 5200 гектаров даже льна. По заданию немножко меньше, но мы планируем чуть увеличить. Сев льна и на сегодняшний день посеяно более 80%. Занимаемся этой работой. Завершаем практически ее. Остался досеть Ляховичский льнозавод и Драгичинская льносимстанция. А так завершаем мы эту работу. На Яровы пересевается азимы рапс, який сеяли у сухую хлебу. Плюс резкие перепады температур на протягу зимы и, как выник, загинуло 50% посевов. Задача – узнавить необходную площадь маслянистых культур, как медь, белковую сыровину. Сеем бобовые культуры взамен многих бобовых культур. Сеем в чистом виде. Сеем горох, сеем виковсяные смеси. Поэтому занимаемся этой работой, чтобы белковое сырье иметь свое собственное. Конечно, вырастить в полном объеме под ту потребность, которая сегодня нужна для животноводства, пока, к сожалению, мы не можем. Исходя из конкретных климатических условий, исходя из наших земель, структуры наших почв, вырастить бобовые культуры на легких почвах очень проблематично. Но мы занимаемся этой работой семь – люцерну в чистом виде, семь – многолетние травы, в основном более 80%, чтобы имелось бобовых культур именно в злаковых травах. То есть занимаемся работой накопления белка в растительном корме. Усе больше актуальности – шматгодовые травы в творчестве, яких наибольшая, оптимальная по затратах и себе кошту. При этом, по раннейшому, в спектре кормовых культур уличывается значность кукурузы. Кукуруза будет размещаться, помимо того, что на таких площадях сегодня свободных от культур, мы еще более 50 тысяч гектаров имеем азимых на зеленый корм, которые выпасаются сейчас скот на них, уже завершаем тоже эту работу. И часть будет убрана на зеленый корм, после чего тоже будет сеяться кукуруза, это практически до 15 мая, я думаю, мы будем сеять еще и кукурузу. Сроки, в принципе, технологические, ничего страшного здесь нет. Наоборот, с 1 по 15 мая наиболее благоприятные погодные условия для того, чтобы посеять кукурузу. Мы будем нацеливать хозяйство именно на такую работу. 1 млн 620 тыс. тонн кормовых одинок. Такую количество кормов меркуется нарыхтовать на период новой зимовки живелы. На прошедший период было нарыхтовано на 420 тыс. тонн меньше. Но при всем при этом весна с устрелой с показчиками уже благодушевой творчести становчивыми. Первый квартал показал, что даже при дефиците кормов, при хорошей нормальной организации работы на селе, работы на фермах, мы имеем сегодня 105,9% производства валопродукции сельского хозяйства в первом квартале. Мы нарастили объемы 130,5% производства молока, нарастили немножко в целом объемы производства мяса, в целом, с учетом птицы, свиней, свиноводства и крупнорогатого скота. Хотя привесы, надо сказать, немножко снизились по крупнорогатому скоту на 23 грамма. Мы имеем сегодня 620 грамм всего на все привесы. Но это не худший показатель в республике. Это один из лучших. Мы имеем довольно высокие привесы свиней на сегодняшний день. 111% увеличили производство мяса свинины. Введя комплексы два в прошлом году, ну, в прошлом году один ввели, накануне еще один ввели. То есть два практически новых комплекса за последние два года мы ввели в эксплуатацию. Это Сычево комплекс Жабинковского комбикормового завода и комплекс в Пинском районе КХП Пинский комбикормовый завод, который построили при поддержке Беларусь-Калия. Оптимизация в творчестве и ее продуманная и разумная организация в сполучении с учаственными технологиями кладутся в основу стабильной экономики аграрного сектора. Сегодня много суждений идет, что население очень тяжело. Очень тяжело и проблематично, и трудно выживать, и трудно жить. Да, действительно трудно. Не просто жить. Но там, где соблюдается технология, где выдерживаются все регламенты, как в растеневодстве, там, в киржеводном водстве, довольно эффективно работают сельхозпредприятия. Таких примеров можно проводить очень много. Они обычно на слуху, я не буду говорить сегодня. За счет молока можно жить в любом хозяйстве, имея производство хороший уровень. Вот, как пример, можно проводить Пружанский район. В целом район даже. Хотя есть несколько хозяйств, которые довольно еще слабо работают, так скажем. Но в целом, сегодня Пружанский район продает около 500 тонн молока в сутки. Естественно, за эти деньги, имеющиеся выручку молока, можно спокойно выполнять все работы на весеннем поле. Серьезную допомогу подчас весновых работ агрария чули сбоку державы, отримавши у соковику и красовику товарный кредит. 13,7 тысяч тонн нам выделено в целом на область. Это довольно серьезная поддержка из резервного фонда. Здесь президентам принято решение, которое действительно сыграет и сыграло уже существенную роль. Поэтому мы сеем на данном этапе, довольно более-менее нормально выглядим. Ну, есть, естественно, еще оборотные кредиты, которые также у нас 503 миллиарда. Это топливо и минеральные удобрения. И 232 миллиарда – это азотные удобрения, которые были получены в прошлом году. Мы сегодня их выгашиваем, снова берем эти кредиты и покупаем удобрения. Замыты выполнения окресленной у приоритет задачи – забеспечить жевелогодовлю кормами высокой якости и удостатковой колькости. Ставка на молочную вытворчесть. Основную ставку делаем на молочное наше скотоводство, на крупный рост и скот, так как здесь живая копейка каждый день поступает в казну сельхозпредприятий. И там, где по траге еще есть хороший уровень производства молочной продукции, там есть сегодня результаты довольно хорошие. Но трудности есть, конечно, трудности неизбежные. У нас 68 сельхозпредприятий с рейтингом Д, так называемым банковским рейтингом, сегодня не финансируется за счет кредитных ресурсов. Мы решаем эту судьбу их за счет практически вообще за счет тех источников, которые сегодня идут от продажи молока 25%. Идут денег на спецсида с выручки, из этих ресурсов покупаются топливое, минеральное удобрение. И таким образом решаем те трудные вопросы, которые есть. У первых питаниях на порадку дня – рентабельность, конкурентность, здольность. На керунке особенной актуальности при том, что в Европе и в нашего близкого соседа, в России, у Апошні годы у развития сельской господарки укладываются великие сродки. Рынок сегодня сужается, как бы сужается и в то же время расширяется. Мы сегодня, что касается экспорта продукции, работаем, да, в основном львиная доля на российский рынок идет. Мы это понимаем, поэтому работаем и по снижению себестоимости, естественно, по снижению затрат, по выпуску новых видов продукции. Особенно работаем хорошо по качеству, я должен сказать. И наши перерабатывающие предприятия – это действительно предприятия модернизированные, модернизированные, способные выдавать продукции в самый высокий уровень. И наша продукция пользуется спросом у российских покупателей. Может быть, здесь есть другие аспекты, что касается молочной продукции и говядины. Я думаю, что в ближайшие 5-7 лет еще нам опасаться нечего. Мы спокойно можем работать с Российской Федерацией. Конечно, работать и по диверсификации рынков сбыта. Мы работаем сегодня на арабские государства, везем продукцию свою на Китай, пошли поставки практически. Поэтому мы работаем по диверсификации. Но это не просто все сделать, и не всегда все хорошо для экономики предприятий складывается. Потому что российский рынок сегодня наиболее по ценовому фактору для нас приемлем. Как бы там ни было. И работаем на российском рынке. Что касается птицы и свинины, здесь уже, к сожалению, рынок России практически сам себя закрывает. Поэтому мы по свинине работаем по конечному результату. Мы сегодня работаем через продукцию уже, через конкретные колбасные изделия, полуфабрикаты различные. Идут поставки в Украину, идут поставки в другие страны. Таджикистан, Азербайджан пытаемся идти, в Грузию пытаемся идти. И будем работать и наращивать объемы экспорта. Поэтому в этом плане, я думаю, что страха никакого нет. А риски, конечно, есть присутствует. Надо работать, надо просто серьезно изучать рынок. Работают у нас предприятия, эффективно, считай, работают. Надо снижать себестоимость продукции. И мы застряем на это внимание от производителя и до переработчика. И там, и там еще есть и держки. То, что президент поставил задачу на 25% сократить и сдержки, это очень актуально. Особенно, что касается производителей в сельской местности. Ведь не секрет, что еще есть затраты корма на центр привеса более 15 центров кормых единиц. А если они будут выше 8, уже неэффективно работать. Поэтому есть вот в этом деле и сдержки. Есть и сдержки в молочном скотоводстве. Там, где, повторяю, есть нарушение технологий, там нет хорошего финансового результата. Поэтому снижать надо затраты, и тогда мы сможем быть конкурентами. Наш наступный сюжет с цикла «Моя провинция» об поселку Шерешево, что у Пружанском районе. Об одном из тех маленьких городов и поселений, за которыми во всем свете приоритетом миссии заховальников культурной спадщины и национальной оригинальности. Имкнувшись заховать совесть минувщины и сучасности, увагу акцентовали на социальной адаптации поселка до часу. Сустреча старых сябров Аркадь Севуда и Александра Чмак были одноклассники, або два с жизненным опытом, которого бы хапило на многих. У одного за плечима военно-десантная учеба и служба кадровым военным. У другого – учеба в военно-медицинской академии и праца на Байконуре. Але чомусь си вспоминаются юнацкие годы. Вот он сидит, Василий Петрович, он и я. А потом этот Лёня стал профессором моста строительства. Не плохо. Доктором. Ну, доктор технических наук в Вицке. Да, через их. Нас много таких вот голов было хороших. Успоминны закранаець моменты, коли вечарами сбираліся, каб по рукописным сборніку, які был толькі ў класнага керавніка, чытаць за Бароніна, га на той час Ясенина, калі хаділі на мост на танцы. Молаць умела цікава отпочываць і знаходзіць агульную мову, прытым, што на той час насельництва Шерешева складалі трэць беларусов, трэць евреев і трэць полякаў. І каб все ўжывалісь? Нормально. Нормально, отлично ўжываліся. Ніхакіх проблем. В основном Шерешеве булі среднія крісяні. Среднія. Вот так вот. Ні то, шоб, значит, кулаки, не кулаки, просто средні крісяні. Пачі з каўного дому хто-то уехал в Америку. На заробкі каб купіць зямлю і будаваць сваю сядзібу. Шерешева лічылася добрым місцам для жыцця. Дарэші празягу ў пятнадцатым стагодзі праходзів так званы коралёвскі шляхса столична польськага Кракава ў століцу великого князства літоўскага Вильнатут. Працвіталі рамёства і гандаль, працараку лісну і сплавлялі аж до Балтайська амора ліс. Канешні, розмова з минулшчыны выходзь на сучаснаць. Мы идзем на посялковые вулицы. На одной сядзіб знайомимся з Александрой Сухановой. Вот там огороды ў нас. Мы там садзім, всі, хто хочець, сколька. И даже сколько пустует землі, уже людей нету, всё заросло. Сорок годов жанчына прожила ў Петербургу. Выйшавши на пенсію, аднозначно вырышила. Час вернуться ў Шерешева дадому. Привела в порядок, а как же, родительский дом. Я здесь родилась. И умирать здесь буду, обязательно. Здесь моя родина. Молодым мужчина оказався уладальником мясцового магазина будовничея материялы. Одночасово оказывая послуги по монтажу отопленья. Ну, щас. Все практически делают отопленья. Момонты, які на соціальны портрет Шерешева пакуль працуюць, становча. Ну, вообще, я, как переехал в Шерешево, мне здесь понравилось. Мне здесь нравится молодёжи, больше намного было, ну, когда я переехал, до того, как женился. Ну, и вообще, щас свой магазин открыл, до этого работал за вхозом в УПК. Население у нас сейчас в Шерешево. Тысяча девятьсот сорок один человек, постоянно проживающего населения. Управляючая справами мясцового сельвиканкама Галина Петровна Карагода доводить расклад. Загульной колькости же хороу Шерешева 55% працездольного взросту, 27 пенсионеры и 18 молодь. Нажаль, народжальность меньшая за смиротность. Посёлок Пакуль старые. Однако у мясцовой сельской школы дали импульс оптимизму. Сейчас у нас тенденции к уменьшению первоклассников нету в последние годы. Вообще, у нас очень много появилось многодетных семей в посёлке, естественно, в школе. В общем-то, где-то примерно каждый четвёртый ребёнок, мы посчитали по школе, это из многодетных семей. Трое и больше. Выник мер принятых державой у подтримку молодых и шмодетных семьев. Надею на лепшую у демографичной ситуации, подтримали и у мясцовым детячем садку. Но я считаю, что 22 ребёнка – это тоже неплохо в группе. То есть наполняемость держится на уровне. Я сама из Барановичского района. Вышла замуж за местного парня. И когда первый раз приехала в посёлок, я в него влюбилась. И, наверное, это послужило основанием, что мы сюда приехали на постоянное место жительства. Посёлок Шерешова и саправды мае целый рад комфортных моментов. Усё есть. Школа и детячий сад, мясцовая больница, пошта и филиал Беларусьбанка, центр культуры и отпочинку, магазины и кафе, нареште библиотека и школа мастерства. И размерное житё у экологично-идеальных умовах. Где бы ты ни был, сюда тянет. Когда-то я учился в университете культуры, я не мог. Меня сюда тянуло, выйдешь в поле, посмотри, всё зелёное, всё красивое. Здесь всё своё, понимаете. Мы как бы и не можем иначе. Всё. Здесь даже первая любовь, первые вспоминания, когда девчонку за руку провожал, когда цветы давил. Здесь всё связано. Связаны наши, могилы наши к деду, родителей, отцов. Здесь всё напоминает нам. Даже запах и тот другой, понимаете. Воздух другой. Вот моё личное мнение, что именно вот в таких поселениях надо расти детей, а не так, как молодёжь уезжает в большие города, там, где загазованность, где много людей, много машин. Дети должны расти на природе. Справа за працей за рабочими месяцами. Основный на теперешний день в процедовальнику Шерышеве сельско-господарчий участок Пружанской райагросервиса забеспечивает занятость 188 мясцовых жихаров. 70 человек працуе у мясцовой коммунальной господарцы Шерышева. Гарантованную зарплату дает працу в сферах адукации, охога здоровья и социальной нажаль стратила свою значность, как городостворальная мясцовая меблевая фабрика. Я считаю, что Шерышево должен быть посёлком, сохранять свою историческую самобытность и, наверное, таким населённым пунктом, который должен привлекать туристов. И я считаю, что именно с этим направлением надо связывать развитие нашего посёлка. Здесь грибы, здесь ягоды, здесь хорошая экология. Поэтому я считаю, что привлекать здесь нужно людей именно в плане развития туризма. Я думаю, что всё мы должны создавать сами. Первое, ту же самую культуру в деревне, то же самое общение, ту же самую культуру, что касается сельхозпроизводства. Это, я думаю, что всё зависит только от нас. И ссылаться на сегодня, дайте нам денег, мы тут горы свернем, это неправильно. То есть деньги, заработанные своим трудом, то есть трудом всего коллектива, они больше, наверное, ценятся, не наверное, они больше ценятся, и ими распоряжаться просто приходится думать головой. Такое у нас затрымалося знайомство с Шерешевым. Знайомство, якое зачепило и историю, и людьми, и укладом життя. И окрестилося у особную программу с акцентом у совести часов на людские лесы, что и маем намер сделать с часом. У любой ситуации можно знайсти становчие моменты, особенно когда паглядеть на ее сбоку. З вами была телепрограмма «Земля и люди». Нехай сусвет каждому из нас иде на сустрач добром. До наступности, Рады. Редактор субтитров А.Семкин